так все здорово запись пошла мы продолжаем сегодня ну скажем так может под завязку тут рассказываем аннотация потом это все нужно для того чтобы перейти к разговору про spring и в общем сегодня поговорю про аннотации про рефлексию про синглитонов варенье ну и наверное уже больше времени не будет ни на что прошлый раз я начал говорить про аннотации так много всякой информации до внезапно уже под конец курса когда оказалось бы мы все знаем про синтаксис языка вдруг опять полились какие-то синтаксические конструкции их очень много они довольно сложные и в общем что не характерно вообще-то для java в них много сахара всякого то есть то есть всяких удобств как ими пользоваться да то есть вот видите здесь примеры я это показывал а вот видите я показывал тут примерчики значит как можно использовать допустим антацию badg report и если здесь массивчик то можно указать фигурных скобках элементы массива но если вы передаете один элемент вы можете фигурные скобки не указывать там вы можете не указывать круглые скобки если вы дефолтную какую-то аннотацию создаете в общем куча всего для удобства и очень много всякого сахара что вообще для java не характерно но потому что аннотация немножко про другое это про некую мета информацию которую вы хотите который вы хотите ваш код снабдить значит аннотации вообще говоря используется в двух ипостасях java в декларациях и при использовании типов и что такое использование таций в декларации все что вы декларируете пакеты классы интерфейсы и так далее так далее включая локальные переменные вы можете поставить над этим значок аннотации ну вот как например здесь на этом на этом слайде значит как бы entity стоит над классом user там caption стоит над гетером и так далее и какой-нибудь suppress warning стоит над декларации локальные переменные вот здесь и даже таким образом можно ставить аннотации на самом деле они почти везде есть потому что как допустим про аннотировать декларацию пакета ведь у нас нету специальной конструкции там допустим для пакета как класс джаве но джаве есть такой packaging for java файл который используется в двух ипостасях во первых вы можете проаннотировать сам пакет какой-то аннотации вот такой вот например то есть целиком все классы которые в этом пакете они будут вернее сам пакет как таковой он будет проаннотирован вот так ну и во вторых packaging for java класс он хорош тем что в него можно написать java doc обычно пишется java doc самому пакету то есть описать то что в этом пакете находится вы можете именно в packaging for java классе это часть языка и этим надо пользоваться но как бы отдельная история это аннотирование использование типов то есть например вы можете поставить вот так вот переменная использование типов за аннотировать что параметр проаннотирован и он утверждает что user id который мы принимаем здесь не нал вот или допустим мы можем объявить лист на null string в данном случае у нас как бы будет дополнительная информация мета информация о том что каждая строчка не нал как мы ее рассматриваем как не на и так далее здесь достаточно много всяких примеров и видно что в языке java вот так вот аннотацию можно вставить практически везде и значит вплоть до того что в языке вот java 8 появилась по моему самая редко используемая фича языка синтаксиса но в общем возрадуйтесь те кто пишет на питоне и когда вы там пишите метод определяете в этом параметры да и сможете в каждом методе писать вернее не можете там этот селф называется да вы прописывать этот селф как первый аргумент каждого метода вот в java на самом деле тоже можно таком питоновском стиле писать методы но сделано это единственно для того чтобы использование типа фу вот здесь вот в методе можно было таким образом задекларировать ну и там специальная специальная конструкция если у нас вложенные классы вот то есть такой вот python like стиль объявлений методов java существует но об этом знает очень мало народ но и пользуется этим еще меньше скорее как курьез смотрите мы хотя я бы про аннотации не рассказывал до сих пор не рассказывал что это такое и как это объявляется самостоятельно но ряд аннотаций вы уже знаете потому что я их употреблял и вы их уже точно совершенно точно употребляли в коде самое первое там с первых лекций это аннотация override который мы ставим над методом который считаем что мы его переопределяем метод базу класса и соответственно компилятор выдаст нам ошибку если мы повесили override над методом который действительности не переопределяет и это очень здорово избавляет от очень многих ошибок базовый класс поменяли наследников не поменяли в джаве вообще-то оверрайт тут же превратится в оверлоат но это не то что мы хотим аннотация override избавляет нас от этих ошибок это прям супер здорово поэтому мы всегда ей пользуемся functional интерфейс от когда я рассказывал про лямбды да мы можем определить но на самом деле там готовых functional интерфейсов java стандартной java библиотеки завались но если по какой-либо причине вы хотите определить свой то вы вешаете вот эту вот аннотацию про эту аннотацию я тоже рассказывал когда рассказывал про дженерики я говорил что если у вас параметризованный vararx есть то джава будет компилятор будет жаловаться ворнингами если вы не повесите над ним вот этот вот safe vararx а повесив его вы как бы подписали декларацию что мы будем ответственно относиться к параметризованному vararx переданному в этот метод не будем никому этот не будем мутировать этот массив не будем его отдавать наружу и так далее и тогда джава компилятор успокоиться хотя на самом деле проверить то что этот safe vararx выполняется он не может это на нашей совести это вот три три самые часто использующие аннотации они прям встроены в язык и вы ими постоянно пользуетесь есть другие там deprecated возможно вы встречались когда какой-то метод или какой-то класс держит в api для обратной совместимости чтобы код компилировался но уже есть какая-то новая версия которой надо пользоваться то вешают аннотацию deprecated и там предупреждаешь через какой-то момент через какое-то время значит эти классы будут удалены или эти методы suppress warnings понятно это для ворнингов компилятора для для ворнингов всяких чекеров типа чек стайл чек стайл понимает аннотацию suppress warnings вы можете подавить ложноположительное срабатывание какого-то статического анализатора если вы точно знаете что с кодом все нормально да я понимаю что я здесь написал то вы вешаете опять же этот suppress warnings и ваш чекер успокаивается хотя на самом деле как бы это все целиком на вашей совести и generated если у вас кодогенерация то имеет смысл вешать generated над таким кодом чтобы и человеку и аннотейшн процессору было понятно что этот код написан не человеком а машиной и менять его руками не стоит потому что это будет перезатерто в следующем раунде кода генерации аннотации значит как я говорила хотя это но выглядит как интерфейс но у него нету значит вот этого extends implements части потому что они управляются аннотацией то есть они не наследуются не имплементируют ничего но они управляются аннотацией значит а то есть если ты вешаешь над объявленный вот у себя здесь паблик собачка интерфейс баг репорт другие аннотации то они влияют на то как как с ними вообще происходить работа и два главных управляющих элемента это таргет и ретеншн то есть всегда когда вы делаете свою нотацию вам надо будет подумать какой таргет какой ретеншн значит ну сначала про таргет таргет это собственно то где аннотация уместно то есть где эту аннотацию можно вешать в каком месте кода и где соответственно компилятор не будет жаловаться что аннотация это здесь недопустимо то есть вы можете выбрать все вот это вот тогда аннотацию можно будет вешать везде но чаще всего вас создаете аннотацию для вполне конкретного использования например для использования над методом или для использования над полем или над классом, и вот это вот вы указываете в качестве таргета. Вторая интересная история – это retention policy. Это то, она показывает, где эти аннотации, на каком уровне жизненного цикла программы эти аннотации будут стерты, где они сохраняются, а где они стираются. Всего retention policy три уровня есть, source, класс и runtime, и класс – это по умолчанию история. Значит, и что же это такое? Если у нас retention policy для аннотации прописан source, это значит, что они сохраняются в Java классах, и в процессе компиляции так называемые annotation процессоры, которые мы можем встраивать в компилятор и которые будут использовать вот такой вот language model API, могут читать ваши аннотации и что-то делать. Например, ну, как что? Чаще всего генерируется другой Java код, то есть вы повесили какую-то аннотацию над каким-то классом с какими-то параметрами, выполняете Java компиляцию, в этот Java в качестве параметра командной строки вы подпихнули ссылку на ваш annotation процессор. Ну, обычно за вас это все делает там Mevin или Gradle, понятно, вы подключили плагин. Вот. И этот annotation процессор начинает работать, и, значит, там есть такой этап кода генерации, он читает ваши аннотации и пишет другой код, и уже вот этот вот код, он будет компилироваться и превращаться в класс файл. Вот. Дальше, но когда это будет скомпилировано в bytecode, в bytecode уже не будет никаких следов аннотации, у которых retention policy source. Если вы указали retention policy класс, то, как вы догадываетесь, эта штука переживет, значит, компиляцию в bytecode, и она будет сохранена на уровне bytecode. И тогда тут другие инструменты, Java-агенты, так называемые, или Java-инструментовщики, которые занимаются инструментацией классов в рантайме, или предварительно можно инструментовать, в bytecode. Значит, они читают bytecode, они в bytecode находят аннотации, и на основе этих аннотаций они генерируют другой bytecode, то есть это более низкоуровневая история. Они могут какие-то вставочки делать, ну вот, например, Jacoco, инструмент для измерения code coverage. Вот он работает по такому принципу. Он читает bytecode, находит, ну, он там аннотацию находит, допустим, generated, которая указывает, что этот код сгенерирован, и, соответственно, клаверыш на него не надо вешать. Ну, а вообще он просто там какую-то инструментацию в каждый вызов метода подставляет, чтобы можно было code coverage измерить. И эти инструменты используют другой API, instrumentation API, на уровне bytecode. Но в рантайме вы про такие аннотации никак не узнаете. Они уже стираются и не видны становятся в рантайме. Наконец, третий уровень retention policy – рантайм. Такие аннотации видны всегда. Они доходят до рантайма, и в рантайме при помощи reflection API вы эти аннотации можете прочитать и много всякой полезной магии сделать. И, собственно говоря, все наши лекции, вот до конца уже, сколько их там, три или четыре штуки осталось, я буду как раз про это рассказывать. И там аннотации будут, рефлексия и все прочее. Значит, другие мета-аннотации, помимо retention и target, которые можно вешать над аннотациями, documented, inherited, repeatable, ну, понятно, попадают ли они в javadoc, значит, влияют ли они на классы, которые наследуются от аннотированного, и repeatable там опять еще один сахар, который позволяет многократно помечать элемент аннотации одного и того же типа, чтобы там массив передать каких-то параметров на какой-то из ваших инструментов, который, значит, уяснили, да, может работать на трех уровнях, на уровне кода генерации, на уровне работы с байт-кодом и в рантайме при помощи reflection API. Так вот, из трех вот этих вот уровней, из трех этих API, я в лекциях буду рассказывать только про reflection API. Насколько я знаю, Олег, который ведет семинары, он готовит вам пример про кода генерацию, про language model API, про как сделать свой annotation-процессор на вот этом вот уровне. Ну, замечательно. Как бы, ну, смысл в том, что наши лекции, они все-таки предназначены, чтобы научить Java с нуля, и тут уже вещи такие, что если вы делаете свои annotation-процессоры или там свои какие-то инструментовщики, вы точно уже не junior-девелоперы, разрабатываете какие-то тулы для разработчиков, вот, и скорее всего, вы с этим разберетесь сами. Reflection попроще, и понимание рефлекшена нужно, чтобы понимать, как работает там тот же Spring, поэтому я про это буду рассказывать. Значит, теперь переходим к reflection API. Что такое reflection API? Reflection API позволяет нам получить информацию о коде в каких-то вещах, относящихся именно к коду, в процессе выполнения программы. То есть программа работает-работает, а потом она может взять и отрефлексировать, значит, а что она за программа такая, из каких классов она состоит. Ну вот, например, в этом примере у нас есть employee, значит, которому присваиваются employee, переменные employee, которым присваивается менеджер, и в design time это все сведено к employee, но это наш пример, да, менеджер наследуется от employee. Вот, и мы можем в runtime получить вот такую штуку, вызвать точка get class у E, вызвать get class у M, в runtime мы получим объект, который имеет вот такой вот тип, класс, знак вопроса extends employee. Почему знак вопроса extends employee? Потому что в design time компилятор знает, что это переменные типы employee, соответственно, она может себе содержать либо employee, либо кого-то из наследников employee, поэтому она говорит знак вопроса extends employee. Вот, в данном случае менеджер, но как бы компилятор про это ничего не знает, поэтому все равно знак вопроса explains employee. Потом мы можем взять и написать, значит, выведи, пожалуйста, get name для CE и для CM, и в этом случае мы получим полное, полное квалифицированное имя класса, который, значит, которым типизирован объект в runtime. В одном случае employee, в другом случае менеджер. Если мы вызовем simple name, то мы получим в одном случае строку employee, в другом случае строку менеджер. Удобно и просто. Значит, документации написано, что результат типа вызова get класса, это класс звездочка extends модуль x, где модуль x это erasure of the static type of the expression in which get class is called. Но простыми словами говоря, и в этом, и в другом случае это будет extends employee. А если бы у нас employee был чем-то параметризован, то это было бы erasure, то здесь был бы все равно сырой класс. Значит, что это нам дает? Это нам дает, то есть, вот как только появились дженерики, reflection API очень сильно улучшился, потому что у нас как бы не нужно делать typecast. Смотрите, мы создали какого-то, мы взяли какой-то employee, а теперь мы хотим создать его копию. Но если это был employee, то employee, а если менеджер, то менеджер. Как мы это можем сделать при помощи reflection, мы берем, вытаскиваем класс при помощи рефлекции, get class. И дальше, если мы знаем, обладаем каким-то таким знанием, что у этих объектов есть конструктор без параметров, публичный конструктор без параметров, если точнее говорить, то мы можем воспользоваться там get declared constructor new instance и вуаля, получить вот этот самый new employee, который будет либо employee, либо менеджером, но в зависимости от того, как бы, что нам передали вот сюда, вот в эту переменную. А с другой стороны, значит, и опять же, здесь нету каста, потому что, смотрите, видите, здесь new instance за счет того, что здесь идет параметризация, знак вопроса employee. Вот здесь new instance нам вернет нечто совместимое с employee. И поэтому вот никаких класс кастов здесь нету, и это прям очень здорово и удобно. Ну и, соответственно, вот тут у нас проверка идет, что если мы захотим присвоить этот переменный знак вопрос extends number, то это будет, конечно, compile time error, потому что компилятор знает, что это employee, ничего это не extends number, это все несовместимые типы. Очень здорово. Теперь класс литералы. Ну, вообще, что такое литералы в языке? Я думаю, вы все знаете хорошо, да? Ну, там, например, фу, вот в таких вот кавычках, это литерал, который порождает объект. Вот. 1, 2, 3, 4 – это литерал, который порождает интеджер, 1234. Соответственно, для классов тоже есть литералы в reflection API, ну, это даже сам язык, да, Java, вы можете, значит, при помощи специальных выражений в языке порождать объекты с типом класс. Вот. Во-первых, если вам известен сам класс, ну, вот, например, string или интеджер, то, написав точка класс, это вы как бы не статический метод вызываете. Это на самом деле называется класс литерал. Вы, значит, пишете некое выражение, которое возвращает объект вот такого вот типа, где это уже класс большой буквы, это уже с ним мы можем работать через рефлексию. И тут все понятно. Это будет класс от string, это будет класс от интеджера, потому что мы явно указали прям вот тот тип, который нам нужно класс построить. Я думаю, более неожиданно будет увидеть вот такая вот, такую вот вещь, int.class. Видите, я говорю, это не статический метод, это элемент языка. То есть мы привыкли, что как бы есть примитив, вот этот вот int, bull там и так далее, char, и они как бы не входят вот в эту всю объектно-ориентированную историю в Java, поэтому какая тут может быть точка? Да может. Вы можете написать bull.class или char.class, и вам вернется класс от интеджера или класс там от character. В данном случае здесь будет, конечно, в RoperType указан. Но вы так можете делать и так делают постоянно, когда занимаются рефлексией. И еще одна интересная история. Если вы возьмете, допустим, массив int of int квадратные скобочки класс, то вы получите класс, параметризованный int квадратными скобками. Видите, я здесь там жирненьким это выделено, и здесь нет ничего неожиданного, а массивами вы можете параметризовать. Помните, что нельзя строить массивы параметризованных классов, помните? Вот. Но ничто не запрещает вам параметризовать классы, то есть в обратную сторону это работает. Но как бы где это нужно? На практике в enterprise вам это нигде не нужно, потому что, коль у вас уже есть коллекции, ну, вы там будете лист от листа или что-то такое делать, или мапу там от листа. Вот. Но так как здесь у нас reflection API, низкоуровневая штука, то класс от int с маленькой буквы с квадратными скобочками выглядит это супер неожиданно. Но это работает. Дальше. Как бы класс getName. Он возвращает человека читаемое имя класса, и оно совпадает всегда с тем именем, который вы дали классу. Но по историческим причинам есть очень странная конвенция. Она прям странная-странная в Java относительно того, как для массивов, для элементов массивов выглядят эти getName. Интересно узнать историю. Я вот не знаю, почему так было выбрано в свое время. Но зачем я вам это показываю, эту странность? Вы будете заниматься программированием. Вы будете читать логи вашей программы, которые будут ошибки какие-то. И у вас будет в этих логах встречаться вот такое. Мы ожидали тип квадратная скобка B, а получили тип другой или что-то такое. В общем, какие-то логи, в которых будут появляться вот такие вот вещи. И не пугайтесь, когда вы видите вот такие вот вещи, а просто вспомните эту лекцию, вспомните, что на самом деле квадратная скобка B это getName от класса byte с квадратными скобочками, и все сразу станет понятно. То есть это вот такие вот getName, это такая странная история. То есть почему бы не назвать там short с квадратными скобками, непонятно, но когда-то так сделали, и вот это вот B, S и J, значит, странно выглядящие штуки, надо просто знать, что они есть в Java, и их бояться не надо, и уметь читать. Всегда можно нагуглить, что такое, например, квадратная скобка J. А это оказывается массив логов. Вот вдруг, внезапно. Теперь, хорошо, мы поняли, что мы метакласс можем получить из объекта, если он уже есть, мы можем метакласс получить из класса, если он уже есть, но если у нас нет ни того, ни другого, а есть только название, текстовая строка, допустим, в параметрах прописанная. Это же самое интересное, да, как динамически получить экземпляр объекта, зная только текстовую строчку. Вот. Вы можете это сделать при помощи метода класс for name. Здесь будет класс со знаком вопроса, потому что тут уже никак не может быть известен bound, да, вот. Но, как бы, класс вы получите таким образом. Видите, он называется класс Z обычно, потому что если мы напишем класс, то это, как, ну, это ключевое слово в джаве, и она вам не даст это скомпилировать. Поэтому кто, как, кто, как вообще выпендривается. Кто-то пишет класс Z, кто-то как-то еще. Кто-то пишет класс, начиная с буквы K, например. Вот. И, соответственно, вот его класс for name есть две формы. Значит, первая – это просто, значит, загрузчик, вызвавшего метода, когда вы пишете просто класс for name, и вот здесь показываете имя. А есть еще такое класс for name, куда вы можете передать свой класс loader. Значит, ну, что такое класс loader в джаве? Это, собственно, объекты, которые отвечают за загрузку байт-кода. И у вас есть всегда стандартный ваш класс loader, которым вы можете воспользоваться, а вы можете сделать какой-нибудь кастомный класс loader, который будет читать классы, которые у вас не на class path, а в какой-то известной папке, или читать их вообще откуда-то, из какого-то хранилища или из сети и так далее. Это делает возможным разработку интересных штук, там, при помощи плагинов, при помощи какого-то динамично изменяющегося поведения. Вот. То есть вы можете указать как некий кастомный класс loader. Соответственно, вот мы получили этот самый мета-класс. Что с ним можно делать? И самое первое вообще, на самом деле, что можно с ним сделать, и самое, наверное, частое, что оно как бы является частью reflection API, но это не совсем рефлексия, но этим пользуется на практике. Вы можете загрузить ресурсный какой-то файл. Вот в примере, который я показывал на восьмой лекции про JDBC, там мы, у нас был файлик с SQL, вот этот вот db.create.sql, и мы его положили, видите, в, ну, вот папку ресурсов, значит, вместе с нашими исходниками. Но то, что это ресурсов, это уже, кстати, мавин конвенция, но главное, что с точки зрения класс паста, она лежит там же, где вот, где лежит класс hello. Видите, у нас класс hello лежит где? И doof, истех, JDBC, demo. И вот db.create.sql, он тоже лежит в папочке еду, фистех, JDBC, demo. Так идея показывает, на самом деле это вложенные папки, да, тут есть папка еду, в ней папка фистех, в ней папка JDBC, demo. Соответственно, чтобы доступиться в рантайме, если этот как бы файлик, он лежит вместе с класс файлами, а мавин при компиляции положит этот файлик в кучу с вашими класс файлами, то вы можете сделать следующее. Вы можете сказать hello.class, класс, мета-класс, а затем сказать get ресурсы stream и получить, вот этот вот здесь в ней передается наш db.create.sql. Вот. Значит, соответственно, вот вы можете получить db.create.sql как поток и прочитать всякие настроечные файлы, всякие всевозможные скрипты, которыми вы будете пользоваться. То есть это самый нормальный способ в программу запихнуть некие ресурсы, потом обращаться к этому ресурсу в рантайме, это вот через get-ресурс stream. Пользуйтесь на здоровье. Что еще? Можно... А, это у меня уже в следующем. В следующем примере. Значит, что еще мы можем делать? На самом деле, имея мета-класс, мы можем анализировать его возможности и взаимодействовать с его элементами динамически. То есть, хотя Java язык статический, но тем не менее, благодаря рефлексии, все то же самое, что JavaScript там и Python и прочие вещи могут делать... Java тоже может делать, правда, это будет выглядеть довольно некрасиво. Вообще, код, написанный с помощью reflection API, он немножко страшновато выглядит, но что поделать. Значит, смотрите, это вот UML-диаграм, который показывает, как эти классы reflection API. То есть у нас во главе всего стоит класс, и у него, значит, есть вот get-declared fields, get-fields, get-declares constructors, get-constructors. Methods, то же самое для methods, то же самое для classes. Значит, это что нам дает? Они нам дают филды, методы, конструкторы данного класса. Через вот эти вот методы мы можем получить. То есть, по сути, все, из чего класс состоит. Вы заметили, что эти методы, они идут парами, то есть есть какой-то get-что-то, например, get-fields, да, и есть get-declared что-то. Они имеют такую семантику. Get-fields дает нам все публичные поля, а вот get-declared fields дает все элементы, задекларированные в данном классе, но без унаследованных. Соответственно, как нам быть, если мы хотим получить вообще все поля, и унаследованные, и публичные, и не публичные? Тут нам, тут стандартного метода нет на классе класс, но нам придется либо строить свою итерацию через получение родительских классов и там получение get-declared, либо уже написаны утилиты соответствующие, я про них упомяну, и при помощи этих утилит вы можете, там уже есть все helper-методы, которыми вы можете пользоваться. Теперь, значит, получили. Окей, мы получили методы, мы можем поисследовать, допустим, какие методы есть у класса, или какие поля есть у класса, но это же не самое интересное. Интересно в поле что-то присвоить и метод запустить динамически. И этим занимаются, ну, как бы, соответствующие методы есть в классе конструктор, метод и field. А если мы посмотрим, как они устроены, вот конструктор и метод от executable наследуются, понятно, их можно запускать, и все наследуется от accessible object. Вот у accessible object есть boolean x-accessible и void set-accessible. Здесь очень интересно, потому что мы все знаем, что в Java есть приватные методы, которые вы не можете вызывать извне. Вы знаете, что в Java есть финальные поля, которые вы не можете модифицировать, или приватные поля. Но через рефлексию вы же можете получить метод, а у метода вы можете инвоцировать этот метод через рефлексию. А если он приватный, что произойдет? Произойдет то, что если вы не позаботитесь заранее ни о чем, то произойдет runtime exception, что типа вы пытаетесь вызвать приватный метод, ай-яй-яй. Но если вы перед вызовом вызовите тут set-accessible true, то рефлексия сопросто вам даст вызвать приватный метод, или поменять приватное поле, или даже final поле изменить. Но тут уж на ваш страх и риск, то есть чем вы занимаетесь, вы должны понимать. Значит, то есть это к чему я говорю? Private в Java – это privacy, и вот final – это конструкции компилятора. Так же, как и дженерики – это конструкции компилятора, которые нас ограничивают, и в compile-тайме нам не дают написать какой-то невалидный код. Но это не конструкции рантайма, которые жестко что-то прячут. То есть говорить, что мы тут какую-то security делаем, строим на том, что мы какие-то секьюрные пароли прячем в private полях, но это смешно, потому что все это видно при анализе памяти, при анализе, даже рефлексии – это все очень легко видеть. Поэтому private не дает никакой privacy на самом-то деле в Java. Теперь переходим к анализу аннотаций. Я долго рассказывал про аннотации, и действительно, рантайм-аннотации, они играют очень существенную роль во всевозможных фреймворках, которые работают, в том числе и в рантайме. Ну, Spring, например, он весь построен на таких вот рантайм-аннотациях, которые через рефлексию анализируются. Смотрите, у нас имеется интерфейс annotated element, который имплементирует все элементы, которые могут быть аннотированы. А, по сути дела, аннотированы могут быть, может быть, что угодно. И, значит, вот при помощи метода getAnnotations вы можете получить все аннотации на данном элементе, массив всех аннотаций, либо вы можете проверить, присутствует ли аннотация данного типа на данном элементе. Чаще всего вот это вот используется штука из интерфейса annotated element. А дальше тут уже и класс, и executable, все это как бы имеет соответствующий интерфейс. Рефлексии и generics. Здесь я напоминаю материал лекции про generics, что в generics в Java реализованы через type erasure. Соответственно, в рантайме никаким образом ни через рефлексию, ни через что вы не можете отличить листы от employee от листа от интегера. Это просто лист. В рантайме это просто листы. Вы туда можете в рантайме устроить хип-полюшин и запихнуть туда не только employee, а что угодно. Тем более вы это можете сделать через рефлексию, вам никто не запретит, и это будет как бы баг на вашей совести, когда кто-то, когда делается get там по индексу, и это все скастится к employee, вы получите classcast.exception. Вот. Но при этом вы можете анализировать параметризованные классы. То есть, например, если мы анализируем класс лист от t, вы можете понять, что этот класс не просто класс, он параметризованный, что у него есть один типовый параметр. Если у него есть какой-то баунд, то вы можете узнать, что это за баунд и так далее. То есть вы можете всю информацию про параметры типов в аргументах, значит, в классах узнать через рефлексию, но не конкретных объектов. С конкретными объектами надо всегда строить систему так, чтобы передавать эту дополнительную информацию куда-то в поле, которое будет эту информацию держать. Но это мы сейчас на практике увидим. Значит, reflection API довольно старое, понятно, оно было создано еще, ну там, оно в той или иной степени, оно с самой первой Java существовало. Соответственно, оно использует массивы, а в эпоху стримов и коллекции массивами работать неудобно, как мы помним. А что ей делать, если это такая низкоуровневая штука, и она появилась еще до стримов и коллекции. Естественно, она работает с массивами. Потом какие-то часто употребимые на практике штуки, например, получить все публичные, приватные, там собственные наследованные элементы, их нет непосредственно вот в этих вот классах reflection API. Вот, поэтому создаются утилиты и наиболее известная, так, готовая библиотека, это org reflections reflections, она есть на Мавине и имеет смысл, если вы пишете свою программу с рефлексией, там пользоваться либо уж Spring, вот, ну как бы если вы там хотите что-то мутить с аннотациями, либо если вы не хотите Spring, ну используйте org reflections reflections, это библиотека, проверенная годами, в ней содержатся всякие удобности и полезности для тех, кто работает с рефлексией. Ну что, теперь, пожалуй, настало время показать какие-то примеры. Значит, у меня в самом начале, там еще на прошлой лекции, я говорил, что смотрите, вот у нас стоит задача, две задачи, там я рассказывал, задача про сериализацию и задача про контроле. Сейчас я идейку открою. Serialization. Значит, вот у нас, допустим, сначала про сериализацию поговорим. Вот у нас, допустим, есть такой класс person, и мы хотим этот person, значит, сериализовывать в JSON. Стандартная задача, которой занимаются все подряд. Конечно, у этой стандартной задачи есть стандартные решения, которые я сейчас покажу, но сначала, чтобы понять, как оно работает, значит, сделаем как не надо, сделаем сами, построим велосипед, потом я покажу стандартное решение. Значит, как может наивный подход? Ну, давай напишем naive person serializer, который берет класс person, который берет объект person, а дальше вот откуда он начинает рябить в глазах. Мы перечисляем все его поля, берем все эти поля, сохраняем JSON, построили JSON, вернули в toString. Значит, у меня есть даже тест на этот класс. Давайте его запустим. Он просто выводит println, вот результат этой сериализации так называемой. Значит, на выходе у нас действительно появился такой вот JSON объект, который взял эти поля. Но уже понятно, что с этим кодом не так, потому что мы, поменяв person, обязаны не забывать каждый раз бежать сюда и что-то сюда добавлять. То есть этот naive person serializer, он слишком сильно coupled, я не знаю, как на русский правильно перевести, связан, но я опять же говорю, есть штука cohesion, которая хорошая, есть штука coupled, которая плохая. В данном случае эта штука coupled с классом person, и это плохо. Вот. А давайте попробуем немножко магии с помощью аннотации и рефлексии построить. Значит, смотрите, как мы могли бы сделать. Мы могли бы построить такой JSON serializer, который работал бы по следующему принципу. В него, вот он, значит, может сериализовывать любой класс вообще. Как он это будет делать? При помощи какого механизма? Он, в него передается вот этот вот класс. Дальше мы при помощи reflection utils пробегаемся по всем полям. Вот этот вот самый get all fields, который дает и в этом классе, и в его, значит, родителях, все поля. И пробегая по этим полям, мы еще выфильтровываем те поля, над которыми стоит аннотация published. То есть мы в нашем, значит, мире, в нашей задаче мы хотим публиковать в нашей персоне. Где тут наша персона? Где тут наш класс person? Person. Значит, мы хотим публиковать не все поля, а скажем, те, над которыми повесили аннотацию published. Соответственно, наш JSON serializer выфильтровывает те поля, в которых стоит аннотация published, и для каждого из этих полей он еще прописывает set accessible, чтобы с этими полями нормально взаимодействовать, брать их там приватные, неприватные. Его это не интересует, его задача сериализовать объект. А дальше, когда мы уже передаем конкретные объекты сериализации, видите, у нас все связано здесь t и здесь t. Значит, мы берем и как бы создаем JSON object, берем по всем published полям, которые мы сохранили здесь в set полей, бежим, и у поля, у класса field есть метод get. И этот get, он требует что? Он требует передачи в качестве параметра O объект. Почему? Потому что этот field мы получили из класса, и вот это вот set от field of, то есть это именно поля, относящиеся к классу вообще. Если мы хотим получить значение этого поля для конкретного объекта того же типа, мы передаем здесь f get O, то есть я думаю, что понятно, как это работает. Мы получаем вот этот вот field value. Какого типа этот field value в run time, в design time, sorry, мы не знаем, это мы можем опять же через рефлексию в run time разузнать, но, значит, мы и разузнаем. То есть если это field value, это data, то мы ее форматируем в ISO формат, а если это не data, то ну просто запихиваем JSON object, там он при помощи своих каких-то инструментов toString, допустим, изберется. И, соответственно, если мы запишем наш JSON serializer test, запустим, вот так вот это выглядит, да, new JSON serializer person class, а затем мы его можем вызывать на многих-многих персонах, то он тоже у нас зеленый, и мы видим, что мы здесь получили JSON object, этот JSON object правильный, и он вот так вот работает. Но опять же, это пример, который я показал, это всего лишь пример, как можно такие штуки писать самому, но для стандартных задач их не надо писать самому, потому что, конечно же, для сериализации в JSON давно и прекрасные написанные решения. И решение, значит, это называется Jackson библиотека, которая может сериализовывать, JSON, который может сериализовывать, в YAML, которая все, что угодно, может сериализовывать, десериализовывать. Она является стандартом де-факто, она используется везде, и вы с ней столкнетесь там с самого начала своей карьеры. Вот, как это выглядит. В Jackson есть такой object mapper, который мы создаем, мы его можем как-то проконфигурировать. Например, вот здесь вот я его конфигурирую, значит, говорю mapper register module, new java time module, то есть, пожалуйста, обходись, как по-правильному обходись с датами. И что это будет означать? Вот сейчас я запущу его. Значит, смотрите, мы создали object mapper, дальше мы создали новую персону, дальше мы говорим mapper write value as string, то есть, он ее будет превращать в строку, json-овскую строку. И вот здесь вот мы ее выберем в консоль, а здесь мы возьмем, превратим это в json object и сделаем, засертим там результаты. Давайте посмотрим, как это происходит, как это работает. Вот, видите, что он сделал, то есть, он взял поля first name, last name, взял поле birth date, но birth date он разбил, опять же, превратил json array, значит, где разбил на год, месяц и день. Но таким образом, как бы создался некий portable формат, который может потом на этапе десериализации быть воспринят десериализатором. Это может быть java, это может быть не java, это может быть что угодно. Вот, ну и json, он, у него есть свои аннотации, он по умолчанию, то есть, в нашем примере, если мы как бы сериализуем то, что помечено паблиштом, то json, наоборот, он сериализует все, но если вы что-то не хотите сериализовывать, или вы что-то хотите сериализовывать как-то по-особенному, то вы должны навешивать на это свои аннотации. Ну, в общем, с этим достаточно легко разобраться с json, и, соответственно, сериализуемые свои классы писать. Другой пример, который я хотел разобрать, это пример с контроллером. Я сейчас это все показываю, потому что потом, когда мы будем изучать Spring, там это все вообще под капотом происходит, но важно все-таки понимать, что под капотом он машинный двигатель, там с цилиндрами и так далее. Вы в это никогда сами не лезете, но понимание этого очень помогает. Пример с контроллером. Значит, опять же, ну, сначала наивный контроллер. Смотрите, у нас имеется некий сервис, у которого, значит, такой сервис. Сервис – это некий интерфейс, у которого есть три метода. Foo, Bar, допустим, и Help. Вот. Foo делает команду Foo, Bar выполняет операцию Bar, а Help выводит справку о том, как пользоваться нашей программой. И, соответственно, значит, как наивный контроллер мог бы выглядеть, как огромный свитч. Значит, в этом свитче прописано, что если пришла команда Foo, то, пожалуйста, вызывай сервис Foo. Если Bar, то вызывай сервис Bar. Если Help или вообще непонятная какая-то команда, которую мы не смогли поймать, тогда вызывай справку по использованию. И тоже понятно, что здесь не так. Где здесь каплинг возникает между контроллером и сервисом? Это вообще не должно быть. И, значит, ход крупкий, что-то поменяли в сервисе, забыли поменять в контроллере, баги, боль и, значит, тлен. Вот. Как делать красиво? Как вы будете делать всегда все ваши контроллеры, писать на Spring или на других фреймворках? Они будут выглядеть примерно следующим образом. Вот у вас имеется контроллер, и в этом контроллере вы прописываете какие-то методы, а над методами вы ставите некую аннотацию, в параметрах которой прописано, значит, к чему она относится. Но в данном сферическом контроллере в вакууме, там, я могу сказать, допустим, мы делаем элемент утилиту командной строки, и вот эти вот фу, бар и там что-нибудь, оно на самом деле относится к командам, которые вы через командную строку передаете. Чаще всего вы будете писать в веб-приложения какие-нибудь там, RESTful сервисы, соответственно, вот эти вот штуки, они будут относиться к чему? Они будут относиться к элементам этого урла, который передается вам, да? Вот. Поэтому как бы их надо смэпить с вызовом некоторых методов, вы будете мэпить таким вот образом, ставить какую-то аннотацию с собачкой и вот этот мэппинг прописывать. Как можно реализовать такую штуку? Давайте смотрим в Command Dispatcher Class, в Command Dispatcher Test, значит, у нас возникает некий автоматический Command Dispatcher, который способен работать с любыми контроллерами на свете и ничего не знает про full, bar, вообще ничего, полностью отделен, да, он вещь в себе. Значит, что ему важно? Ему важно, значит, съесть контроллер, а дальше его как бы инструментовать, ну, не инструментовать, а проанализировать. Значит, как он анализирует? В данном случае, опять же, через Reflection Utils мы получаем all methods, дальше мы с каждого метода получаем аннотацию command, если аннотации нет, то getAnnotation возвращает null, поэтому мы идем дальше, нас интересуют только те методы, которые помечены аннотацией command. Дальше, нам нужен Command ID, вот Command ID мы получаем через Command Value, а что такое Value? Value – это вот эта вот штука, которая определена в аннотации. Если я здесь напишу какой-нибудь sorry, string foo, значит, ну да, тут надо сказать, что он дефолтный, иначе сразу же пошли проблемы, видите, что аннотации не прописан параметр foo, вот, то, соответственно, в моем Command Dispatcher я могу получить вот это вот значение вот таким вот образом, да, а это значение, я напоминаю, там у нас можно было бы задать через таким вот образом, value равняется foo, и затем foo равняется что-то еще. Вот таким вот образом мы задаем вот это самое foo, которая дополнительную информацию, которую мы передаем в аннотацию. Значит, не сломали ли мы тест, интересно, Command Dispatcher тест, работает ли он? Давайте посмотрим. Здесь есть еще Makita, и это тоже штука, на которой я хочу остановиться сейчас. Да, он зеленый у нас, значит, соответственно, Command Dispatcher, он что делает? Находит аннотированные методы, вытаскивает value, значит, из нашей аннотации и создает, ну, в данном случае он создает method HashMap, HashMap между именем и каким-то методом. А потом, когда команда прибегает, мы говорим, пожалуйста, getOrDefault, ну, кстати говоря, здесь, значит, если он не null, ну, а как мы можем default метод? Ну, вообще, может быть, и можем, я не знаю, здесь нужна проверка на null или нет. Ну, короче говоря, либо он возвращает из HashMap команду, которая привязана к данному ID, либо, если ID не найден, то он тогда дефолтный метод какой-то возвращает, и вот он его инвацирует. То есть это работает вот так вот. Смотрите, как у нас работает Command Dispatcher Test. Это я немножко забегаю вперед, но это вещь, которая вам понадобится или уже понадобилась, может быть, даже. Значит, мы тут уже произнесли такое слово контроллер и слово сервис, сейчас мы уже про это будем подробнее говорить. Значит, и с точки зрения вот сервиса здесь, сервис это, видите, интерфейс. И вот здесь идея не подсказывает никаких реализаций у этого интерфейса нет. Что же мы проверяем в нашем unit test, который называется Command Dispatcher Test? А мы проверяем, что наш контроллер работает нормально на самом деле. Контроллер работает нормально при помощи Command Dispatcher. А как мы это можем проверить? Ну, что мы должны проверить? Мы должны подать команду foo и проверить, что у сервиса дернулся метод foo. Как мы это можем сделать? Ну, конечно, вы скажете, мы можем взять сделать какую-то игрушечную имплементацию интерфейса сервис свою и что-то там такое прикрутить, чтобы через тесты дергалось оно, подпихнуть этот сервис куда? Подпихнуть вот сюда, вот контроллер и, значит, проверять, что действительно эти методы дергались. Но, опять же, это довольно сложно сделать, если ваш сервис сложный. Это становится очень сложно сделать, если ваш сервис, он зависит от других сервисов. И поэтому мы можем пользоваться моками. Значит, кто-нибудь, вернее, не кто-нибудь, а все, напишите мне плюсы и минусы. Слышали вы что-нибудь про мокки? Вернее, так, использовали ли вы мокки? Да, ну, или да, да, слышали ли вы что-нибудь про мокки? Вот так вот. Если кто-то использовал, то просто отпишитесь текстом. Ага, я вижу, есть Андрей Тимур поставил плюс, значит, некоторые минусы, то есть даже вообще про мокки не слышали. Ладно, окей, значит, достаточно большое количество людей, которые про мокки не слышали. И история следующая. Когда мы делаем юнит-тесты, когда мы пишем юнит-тесты, а юнит-тесты, они потому юнит, что они тестируют какую-то очень ограниченную часть функциональности, некий класс. Ну, как правило, в Java это класс. Но класс, он не работает сам по себе. Классу надо подпихивать какие-то другие объекты, как бы сконфигурировать его. И часто эти другие объекты, либо их очень сложно создать, либо мы не знаем, какие будут эти объекты. И мы вообще не хотим, чтобы наши тесты зависели от этих объектов. Мы хотим изолировать наш юнит-тест. И вот для этого существует, это прям, как бы мы говорим юнит-тест, мы очень часто, очень часто подразумеваем слово мок, то есть из моков нам трудно обходиться. Библиотеки моков. В Java, значит, это мокита, и вот чт-то это чаще всего на работе вы столкнетесь с этой мокитой. Что она нам позволяет делать? Смотрите, мы говорим, мокита мог сервис-класс. То есть сервис, опять же, я говорю, это всего лишь интерфейс. Мы сервис-класс, это как мы сегодня узнали, это класс литерал, который дает нам мета-класс. И мокита при помощи своей магии может сварить нам имплементацию этого класса, но на самом деле это будет мог. И видите, мы говорим, это сервис ссрв. Что это за имплементация? Это имплементация с пустыми реализациями этих методов. На самом деле все эти методы мы вызываем, но они ничего делать не будут. Наша же задача не проверить, что эти методы делают. Это задача юнит-тестов на имплементацию этого сервиса. Наша задача проверить, что эти методы вызываются, потому что мы сейчас юнит-тестируем контроллер. Соответственно, мы можем сказать, вот диспетчер экзекьют command for и проверь. Вот здесь вот есть специальная такая целая история. Проверь, что один раз инвацировался метод for у нашего мока. Makita verify, srv makita times 1 for. Если я поставлю здесь makita times 2, то я получу фейл на тесте, который скажет, мы ждали, что он два раза инвацируется, а он инвацировался один раз. Вот он упал. Видите? Wanted 2 times, but was one time. То есть ожидали, что он инвацируется два раза, но он инвацировался один раз. То же самое. Я могу написать здесь 0. Я могу здесь написать довольно хитрые проверки и таким образом построить именно юнит-тест. Когда вы пишете юнит-тест, вы всегда задаете себе вопрос, что мы тестируем. Наши тесты, именно юнит-тесты, в этом их отличие от интеграционных тестов и все прочих тестов выше по пирамиде, значит, в том, что юнит-тесты тестируют какую-то маленькую изолированную часть кода. И как бы связь их с другими частями, она не всегда желательна. Не всегда возможна и чаще всего нежелательна. Так, пожалуй, это все, что я хотел рассказать про вот эти вот примеры. Ну, тут вот слайды. Значит, теперь мы переходим таким вот галопом к архитектурным вопросам. Поговорим о том, как вообще писать программы на Java. То есть сейчас мы разобрали все, до этого лекции были сфокусированы в Java может то, Java может и в Java может Wild, Java умеет в классы, в стримы, в concurrency, значит, в аннотации, в рефлексию. А теперь поговорим о том, как же программы на Java писать. И, значит, пока что единственная программа, ну, которую там я показывал на лекциях, более менее, это программа из восьмой лекции, где я рассказывал, как мы строим взаимодействие с базой данных. И вот там был уже вполне себе там, можно сказать, архитектура, которая выглядит следующим образом. У нас есть контроллер, который отвечает за запросы, то есть туда приходят запросы. Дай мне, пожалуйста, там всех спикеров, которые ты знаешь. Значит, он расшифровывает этот запрос, который пришел там, видите, как он, тирестфул, ручку дернули, да, он вызывает, что? Он вызывает некий сервисный слой. Но здесь сервисный слой редуцирован до Data Access Objects, значит, которые у конференций свой, спикерами занимается свой DAO, ток занимается своим DAO. Значит, те, в свою очередь, дергают все JDBC template, которые единственные на них на всех, и JDBC template дергает connection pool, который один на всех. Когда я рассказывал эту, сейчас, когда я рассказывал эту лекцию в прошлом году в аудитории, там в аудитории стояло оборудование, и поэтому можно было просто пальцем показать. А здесь я покажу картинки, которые там легко накапываются в интернете. Значит, на самом деле думать о программе, об архитектуре программы очень легко и правильно, держа в голове вот такую картинку. У нас есть некие блоки, вот эти вот, значит, юниты. Эти блоки соединены проводами. То есть, еще раз, посмотрите на вот эту картинку и посмотрите на вот эту картинку. Проводом здесь является что? Зависимость. То есть, контроллер не будет работать без вот этих вот DAO объектов. Ему нужны эти DAO объекты, потому что он дергает их, вызывает их. DAO не будет работать без JDBC template. Он один на всех, но все на него ссылаются. JDBC template не будет работать без connection pool. Соответственно, у нас возникает идея блоков, юнитов, и у нас возникает идея проводов, wiring, зависимости. Значит, и в реальный, это вот совсем учебный пример, то есть он вот конкретно выглядит так. Какой-то реальный пример, реальные программы, написанные на Java, он чаще всего выглядит так. То есть, такая-то называемая слоистая архитектура. Так или иначе, она всегда присутствует. То есть, ну, либо у вас как бы нечто вот такое вот получается, вот то, что слева. Кстати, эта картинка, она еще иллюстрирует каплинг и кохижн. Вы видите, что вот здесь вот сильный кохижн и низкий каплинг. А здесь за каплингом даже кохижн не видно. Каплинг весь кохижн закрыл с собой. Вот. То есть, вот эти вот провода, они из-за проводов возникает проблема. А я еще напомню, что как бы если мы все связываем со всеми, то в полносвязанном графе квадратично растет количество проводов, которые нам нужны. То есть, у нас большие-большие проблемы. Вот. Значит, и так или иначе, если вы хотите, чтобы ваш проект жил как-то и развивался, вы там все более-менее всегда приходите вот к этой вот архитектуре. Когда у вас есть определенные слои, между слоями есть вот эти вот провода через зависимости. И вот это вот, да, как я говорю, соединение проводами, also known as wiring, это очень хорошая метафора, которой пользуется, и даже Spring, как бы, как это сказать, канонизировал свои аннотации auto-wire, о чем мы сейчас поговорим. Так вот, давайте писать программу. Ну, сейчас я ее буду писать на слайдах, но я думаю, что все вы уже писали какие-то программы на Java. В какой-то момент программы становились сложнее, и в какой-то момент вы все сталкивались с проблемами, которые мы сейчас и рассмотрим. Значит, смотрите. Ну, хорошо. Как начинает писать программу каждый человек, который послушал лекции Java за три дня? Значит, я знаю, что есть объекты, я знаю, что у меня есть new, я могу создавать объект, когда он мне нужен. Соответственно, пусть объекты сами создают себе то, что им нужно. Ну, вот data source, например, ему нужен connection pool. Давай он создаст себе connection pool и пропишет это сюда. Ему надо взять откуда-то параметры подключения к BD. Ну, ладно, как-то мы эту проблему решим, хотя она тоже есть. Допустим, мы ее решили, взяли параметры подключения, создали new connection pool. Прекрасно. Вот у нас есть спикер DAO, ему нужен data source. Отлично, создаем себе new data source. Вот у нас есть ток DAO, и вот тут у нас уже проблема. Что делать здесь? Ведь у нас нам нужен один connection pool на всех. Этот connection pool спрятан в data source, и теперь мы не можем здесь создать второй data source. Нам надо переиспользовать какой-то data source. Что же делать? Кто может размьютиться и подсказать, что можно сделать? Ну, как вот в этом вот коде, вот как вот решить эту проблему? Как ее решить средствами Java? Как класс толк DAO может переиспользовать data source, если он один? Передавать в качестве параметра. Передавать в качестве параметра. Здорово, замечательно, но как бы тогда мы… Ну, в общем-то, правильно, да. Мы отодвигаем проблему в другую плоскость, и, значит, но, допустим, мы не можем передавать в качестве параметра. Допустим, у нас уже такой контракт, что у нас конструктор не имеет параметров. Вот такой контракт у нас. Тогда что бы мы могли сделать? Передавать в качестве параметра – это правильно, это отличный ответ. Но сейчас мы немножко по другому пути пойдем, более окольному. Вот не можем мы в качестве параметра передать, но мы должны взять откуда-то. Нет? Статик поля что-то вам говорит про это дело. Плохо слышу, скажите еще раз. Синглитон? Да, да, да. Я вот сейчас имею… Я вот сейчас как раз синглитону-то и подхожу. Я анонсировал там в Телеграм-чате, что сейчас будет трэш про синглитон. Вот это оно начинается. Несите попкорн, вот, значит, сейчас будет интересно. Значит, но прежде чем мы поговорим, собственно, про синглитон, а у нас там не так много времени остается. Зачем он нужен, синглитон? Зачем может быть нужен синглитон вообще? Значит, давайте мы скажем, вот у нас есть connectionPool static instance, вот он private final переменной. И у нас есть getInstance, который этот instance возвращает. Как бы класс connectionPool, у него есть статический метод getInstance. И вот он здесь один раз создался. Мы сделали его конструктор private. И что получается? Что мы на уровне языка запретили создавать больше одного экземпляра connectionPool. Видите? Вы не можете вызвать его через new. Это private. Вы не вызовете его через new. Но про reflection мы сейчас отбрасываем, как всегда. Значит, в Java все можно сломать через reflection. Но, значит, как бы в норме вы не можете вызвать new для connectionPool. И второй момент. Получить connectionPool вы можете только через публичный статический метод getInstance. И он всегда будет один. Соответственно, вы можете сказать, что наш data source, пусть он берет getInstance connectionPool. Сам он тоже реализует синглитон. Соответственно, у нас есть getInstance, значит, этого самого data source. Data source мы тоже делаем private. И потом все наши дау-объекты пусть берут instance нашего data source через этот синглитон. Через getInstance у data source. И да, я поздравляю, мы сейчас с вами изобрели не просто что-нибудь, мы изобрели дизайн-паттерн одиночка. Его так переводили на русский язык. Значит, по-английски называется Singleton. Есть знаменитейшая книга, значит, must read для инженеров. На каком-то этапе, естественно, это Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software. Книга очень старая, 94-го года. Но во многом, ну где-то, конечно, свою актуальность потеряла, где-то нет. Во всяком случае, она вдохновляла многих, и многих продолжает вдохновлять. Вот. И она является, да, классической такой книгой по дизайну программного обеспечения, хотя местами устаревшая, местами кое-что уже делается по-другому. Вот. И вот в ней реально описан вот этот тот синглитон-копаттерн, у которого там они пишут, что прямое создание этого объекта невозможно, оно в приватный конструктор спрятано. Доступ к нему идет только через статический метод getInstance или через static, final, переменную instance, кому как удобно. И, значит, что не написано в книге Design Patterns, то, что такой синглитон, именно реализованный по Эриху Гамме, он ведет к проблемам архитектурного плана, который мы чуть позже увидим. И еще не написано о том, что синглитон в Java – это на самом деле очень скользкая тема, очень любимая тема многих интервьюеров. И вот сейчас мы опять же немножко отвлечемся в сторону и поговорим об этом. То есть мы сейчас говорили про архитектуру и запомним вот эту вот фразу, что синглитон, реализованный именно так по книжке Design Patterns, он ведет к проблемам. Каким проблемам мы увидим? Но сейчас я поговорю про другие проблемы. Про проблемы с наймом на работу Java-разработчика. Потому что, значит, есть такое, ну как бы расхожая тема для разговора при приеме на работу, те, кто собеседует там, поговорить там про то, как устроена хэш-таблица или поговорить там за синглитон. Спрашивают обычно, какие ты знаешь дизайн-паттерны, там Гамму читал? Да, читал. Но как бы ничего не помню оттуда, кроме синглитона. Ну давай поговорим про синглитон. Значит, и человеку, который пришел наниматься на работу, говорят, давай, ну как ты реализуешь паттерн синглитон? Ну и человек говорит, ну как, вот по книжке, private static поле, значит, приватный конструктор, static get instance. Вот. Хорошо, говорит интервьюер, но смотри, ведь у меня может быть такой класс, и получается, что он в процессе как бы своей статической инициализации создает этот самый синглитон. А синглитон может быть тяжелым объектом, который занимает много ресурсов, а мне он ни разу может и не понадобиться. А давай-ка мы сделаем ленивый синглитон. Такой синглитон, который создается в первый раз в момент, когда он понадобился, а потом переиспользуется. Можешь написать такой код? Ну вы, наверное, можете написать такой код. Сказано, сделано. Значит, вот у нас теперь другая история. У нас есть get instance, который проверяет, если instance null, тогда мы создаем новый синглитон, если он не null, return instance. То есть каждый раз, когда мы get instance обращаемся, мы смотрим, проверяем, instance уже создан, возвращаем его. Если он не создан, это происходит ровно один раз при первом вызове, мы его создаем. В чем здесь проблема? Кто может сказать? Нет, thread safe. Да, абсолютно правильно. Все наши программы, то есть вообще про thread safety надо помнить постоянно. Если вы пишете, даже если вы пишете код, который не использует мультипоточность, но вы пишете его, допустим, он у вас в том кате бежит, а он у вас, наверное, в 90% случаев будет писать в том кате, потому что вы пойдете писать там JSON из веба в базу перекладывать, вы будете там Spring Boot писать, значит, RESTful сервисы, и они будут бежать там в том кате или в чем-то подобном. И эти штуки, они поднимают по одному thread на запрос, и соответственно, если у вас имеется какой-то shared state для всего приложения, то оно обязано быть thread safe. Соответственно, вот это вот вообще ерунда с точки зрения thread safety, потому что у нас shared state, и он никаким образом не защищен. Хорошо, значит, кто сказал не thread safe, тогда скажите, значит, как нам ее сделать thread safe. Добавить mutex. Ну, как бы мы в Java, у нас volatile, значит, соответственно, как бы у нас переменная singleton volatile, она сразу же всем видна, становится, изменения в нее становятся всем видны, да, и соответственно, мы тут вошли сюда, если она null, мы ее проинстанцировали, и соответственно, все другие thread, которые придут, они придут за новой, свежей копией этого инстанса. Но здесь есть проблема. Я даже не буду спрашивать, какая, я думаю, вы уже ее и так видите. А что, если сразу несколько thread'ов вошли в этот get instance? У нас же никак не защищен вот этот вот блок. Да, instance, конечно, volatile, но ничто нам не мешает быстро пришедшим двум thread'ам в этот get instance создать два singleton. Потом-то, конечно, когда-то какой-то из них победит, будет записана окончательно вот эту volatile переменную, и потом все будут обращаться к нему, к победившему singleton. Но есть опасность, что все-таки singleton будет создано два или больше, а мы этого не хотим. Мы же singleton пишем, правильно? Значит, тогда следующий вопрос. Как нам защититься от такого поведения? Вспоминаем лекцию про concurrency. У нас есть java. mutix. Ну, какой mutix? Нет у нас java. У нас есть, значит, intrinsic lock'и, да, intrinsic lock'и, которыми мы можем пользоваться при помощи ключевого слова, про которое я рассказывал. Ай-яй-яй. Lock, кажется. Нет, synchronized. Ай-яй-яй. Так, все просыпаемся и вспоминаем. Это вот, значит, на самом деле разговор по теме предыдущей и предпредыдущей лекции. Я вам так долго рассказывал про синхронайзды, lock'и, да, что они бывают, вы можете reentrant lock сделать свой, что там есть intrinsic lock, которым можно пользоваться, и чаще всего вы пользуетесь именно intrinsic lock'ом, потому что это часть как бы синтаксиса java. Есть вот такое вот. То есть вы пишете public static synchronized, значит, что он использует? Он использует intrinsic lock на какого объекта? Объекта singleton.class. Ну, то есть, если бы это было просто public синхронайз, то он бы использовал intrinsic lock экземпляра класса singleton. Но в данном случае мы используем static, соответственно, это будет lock на singleton.class. Соответственно, он вообще один на всех. И, значит, все, кто ломанется в этот singleton, получать этот singleton, они выстроятся в очередь. Здесь выполняется только один thread. Он заблочит этот lock, он что-то сделает, создать singleton, выйдет, отопрет этот lock. И следующий. Войдет, заблочит, отопрет, войдет, заплочит, отопрет. Здесь volatile переменной мы уже сняли, потому что у нас есть memory model rule. Когда мы выходим, отпираем замок, значит, у нас происходит это happens before отношение. Для тех, кто пришел за этим замком снова. Вот. То есть, мы вспоминаем memory model rule, мы вспоминаем вот эту историю, ключевое слово синхронайз. Я напоминаю, если кто забыл, это все происходит на собеседовании. Вы пришли собеседоваться на junior java-девелопера, и вас попросили написать singleton. А может быть и не на junior, может быть уже на медла, или даже на senior. Вот. Значит, и видите, сколько всяких моментов тут можно вскрыть. У этого кода есть проблема. Какая? Все те, кто в любой момент после уже создания захотят взять его instance, должны будут встать в очередь. Правильно. Это называется log contention. Большая конкуренция за log. Это плохо. Значит, давайте попробуем исправить. Давайте исправим таким образом. Значит, тут мы уже используем не intrinsic log, а явный log. Вернее, тут мы используем тоже intrinsic log, но intrinsic log объекты log, которые мы создали здесь и инкапсулировали. Значит, вот мы его создали. Это, кстати, более правильная история. Я говорил, что хорошо инкапсулировать локи вот таким вот образом. Создаем private какой-то object и на нем лочимся. Вот. Вторая история. Значит, instance уже проверяем таким образом. То есть, если instance у нас нулевая, то тогда мы входим вот в этот synchronized, здесь мы ее, значит, инстанцируем, выходим из synchronized, и, значит, здесь у нас instance возвращается. Какая здесь проблема? Есть здесь проблема в concurrency в этом коде? То есть, мы сдвинули как бы синхронized блок. Несколько потоков могли зайти с нулевым инстанцем, попали в этот synchronized и начали ждать друг друга, а потом опять несколько раз блазер. А, нет, там двойная проверка. Там двойная проверка. Нет, не в этом проблема. Проблема в том, что мы, конечно, синхронизировали запись сюда, но чтение мы не синхронизировали. Java Memory Model нам что говорит про happens before, когда мы в тот же замок входим второй раз, а здесь мы вышли из лока, а этот-то в лок еще не зашел, он может просто не увидеть этот. То есть, второй тред, который там выполняется после там или параллельно вот с этим вот, он, значит, на самом деле, значит, у нас синхронизирована запись, но не синхронизировано чтение. И вообще, может быть, даже еще хуже произойти история. Значит, если у нас здесь new singleton происходит, и он начал там инициализировать и что-то там такое делать, записать, допустим, часть полей, вот здесь вот может вообще чтение частично инициализированного объекта произойти. Опять же, это все выполняется параллельно и никаким образом не синхронизировано. То есть, мы можем либо не увидеть этот объект, когда он уже там есть. Либо мы можем увидеть частично инстанцированный объект за счет того, что вот этот вот new singleton все еще выполняется, а вот здесь вот мы пришли, она никак ничем не защищена, эта переменная, ни volatile, ни локом никаким. Вот. И мы получаем опять сломанную конкарнт-систему. То есть, на самом деле, кажется, все-таки volatile вот здесь вот нужен. Тогда у нас синхронизированное чтение. Ну, вот как бы volatile переменные, у них всегда синхронизировано чтение. Здесь у нас синхронность лок и, значит, синхронизирована запись. И вот такая программа будет работать, и у нее не будет сломан конкарнт-систему. Но все-таки у этого кода есть проблема. Ну, проблема не проблема, но его можно значительно улучшить. Вы видите, как бы, здесь проблему? Можете разглядеть ее? Смотрите, вот здесь вот мы читаем переменную instance. Это volatile переменная. Соответственно, нам машина при компиляции выполняет эти самые memory fences, да, заставляет процессор делать. И здесь мы читаем переменную instance. И она тоже volatile. Мы ее читаем два раза. Чтение volatile переменной – это операция дорогая. Правда ведь? А ведь нам хочется ее чуть-чуть уменьшить, скажем так, нагрузку и сделать эту штуку более производительной. Вместо двух чтений volatile переменных мы можем один раз ее прочитать, закешировать и использовать. Правда ведь? Вот. И тогда у нас будет более быстрый код. И, наконец, есть книга Джоша Блох «Effective Jout». Она у меня там в шкафу лежит. Значит, third edition, самый последний, страница 334-335. Вот она рассказывает все про ленивую инициализацию, значит, про double-checked locking. И, значит, он говорит, да, вот мы можем здесь, чтобы два раза не читать volatile переменную, сохраняем вот этот instance здесь, кладем в результат, здесь проверяем, здесь выводим. Вот. Это книга Джоша Блох. Это самая вообще главная книга Java-разработчика. Я уже не раз говорил об этом. То есть, если у вас ее нет, вам ее надо обязательно приобрести, обязательно прочитать, если вы собираетесь разрабатывать на Java профессионально, потому что она как бы вправляет мозги, как Java вообще мыслит, идейно построена. Вот. Мы верим Джошу Блоху? Как вы думаете? Это уже седьмой подход, седьмая попытка, значит, построить ленивый поток и безопасный синглитон. Кто видит баг в этом коде? Ну-ка, напряглись. Значит, смотрите, у нас имеется instance, volatile переменную прочитали, закэшировали в result. Если она не null, то мы возвращаем result. Она volatile, все, синглитон создан, хорошо. Если так случилось, что она null, мы входим в синхрониз блок по нашему локу и второй раз проверяем ее на null. Да? Если до сих пор никто не воткнулся вперед и ее не успел создать, то мы говорим вот instance, это volatile переменная, равно result, равно new синглитон. А что происходит, если она не null? Да, мы не обновляем result. Если она не null, мы не обновляем result. Да, правильно, как бы instance мы не обновляем, но мы result не обновляем, он у нас null, и мы возвращаем null. Это баг. Вот. То есть это баг в самой лучшей книге поджало. Моя история здесь такая. Я в прошлом году готовил лекцию на эту тему, я выписывал все эти примеры, писал, потом выписываю пример из книги Блохо, смотрю, внимательно разбираю, вот думаю, что-то не то, или мне мерещится, или действительно тут баг. Но, наверное, думаю, если там баг, то люди уже нашли этот баг, там рад, надо погуглить, значит, наверняка уже написали. И, значит, читаю я и нахожу в Твиттере вот такую вот запись, где, значит, да, его нашли в восемнадцатом году, видите, совсем, ну, это свежее издание. И Блох пишет, что, ну, я пальцем показывать не буду, но некто, значит, чей Твиттер-аккаунт Шепелев посоветовал мне улучшить этот код, и я, не проверив, значит, воткнул это дело в книгу, и таким образом баг посочился в книгу. Вот. То есть, я думаю, что мы все разделяем одни и те же чувства по поводу ленивого потока безопасного синглитона к этому моменту. Если поправить этот фикс, то получается вот так. Как вы думаете, это правильный код? Вроде правильный. То есть, если поискать в интернете, там несколько есть примеров вот с этим кодом, где говорят, да, да, это правильный код. Это вот единственно верный правильный код. Вот. Я тоже могу сказать, что я внимательно его изучал, и мне кажется, этот код правильным. Нет, ну, шутки в сторону, это действительно правильный код. Там Блох пишет, что вот это вот кэширование резалта вот здесь вот в этой вот переменной, если мы бенчмарки запустим, то оно даст почти в полтора раза выигрыш в производительности вот этого метода getInstance. Только за счет того, что мы лишний раз volatile переменную не читаем. Но это здорово, все замечательно. Вот. Но, как бы, как видите, да, это было, я напоминаю, интервью с вами при приеме на работу. Мы поговорили про синглитон. Я думаю, что никого из вас не приняли бы на работу. Судя по вашим ответам мне здесь в Zoom. Вот. Но зато теперь вы знаете, что есть такая подколка. Их там несколько классических. Одна из них про хэш, за хэш таблицы поговорить, а другая поговорить за синглитоны. Ну, некоторые люди к этому надо просто быть готовы. Вот. Но я уже заканчиваю, мы немножко за время выбегаем. Я закончу про синглитон как паттерн, а потом уже поговорим про синглитон или не синглитон как архитектурные, значит, его значения. Значит, на самом-то деле сама постановка вопроса была неправильная. Это ведь не все окончание интервью. Интервью заканчивается следующим. Что, смотри, в самом начале мы сказали, что в процессе статической инициализации мы создаем синглитон, а мы не хотим его создавать, если нам не нужно. Так вот, на самом-то деле, correct lazy initialization in Java без использования concurrent programming, она выглядит ровным счетом так. Потому что если мы заглянем в Java language specification, то там есть определенные правила относительно того, когда статическая инициализация происходит. И вот, как бы, если мы создадим приватный статический класс синглитон-холдер, он приватный, его никто не трогает, кроме метода getInstance, то до того момента, когда getInstance на классе синглитон не вызван, вот этот класс не будет, статический инициализатор этого класса не будет выполняться в соответствии с Java language specification. Соответственно, вот этот код, он является не только правильным, но еще и самым коротким правильным кодом, который в действительности реализует ленивый потокобезопасный синглитон. Вот, это вот вся история. Ну, на этом все. То есть, время мое закончилось. Про то, как уже синглитоном пользоваться или не пользоваться, или какой заменой синглитона пользоваться в действительности при разработке программы мы поговорим в следующий раз. Вот, пока. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я готов сейчас на них поотвечать, also. Если вопросов нет, тогда мы в Telegram. Всего доброго.